Графика, кинематограф, театр, искусство, песни, пляски и так далее. А что мне запросили? Это внешнее, и литература, естественно, это внешнее отображение твоего внутреннего мира. Вот в чем дело. Это нужно понять. Когда мы смотрим эти идиотские, уродливые, и говорят, это ты ничего не понимаешь. Я 40 лет назад ходил по Абстрактам, в Брюсселе, в Антверпене, в Прадо, везде, я был там, везде. Заставлял себя, ну вот, наверное, надо посмотреть, ну не лежит душа, потому что там ничего нет, кроме углов и всяких треугольников, там нет ничего. А это значит, душа создателя вот такая вот, никакая, или уродливая. Когда вот так все через задницу, простите, это все делается, это современное искусство. А Леонардо Де Винч, это не современное, конечно, потому что куда же там современное, понимаешь? Это все Панама, это всемирный рынок, оболвание и огромные деньги там, значит, ну не будет сейчас даваться. Но это отображение внутреннего мира, может, молодежь должна понять. Если ты приходишь, если видишь картины, там портреты, такие-сякие, к сожалению, беда художников нынешней, оторвалась от жизни. Это лишнее подтверждение. Обратите внимание, нету жанра, жанровой живописи очень мало, жанровой. Есть портреты, пейзажи, всякие кузнечики, политики, значит, священники, да. Но где жанр, где вот отображение? Ну, Михаил Иванович, это фотографии, нифига подобного. Фотографии не может соединить, несоединимо. А художник может и обязан. Он для этого рожден на свет, чтобы оставить память. Вот тогда было такое-то, это такое-то, и ты, вы вспомните, все эти тройки завели, пирожки, да. Это эпоха, там не надо ничего переводить. Мы знаем, вот так одевались, так жили, богатые, бедные, социальные устройства, да. Конечно, там много есть вранья, скажем, Иван Грозный, история, убивает своего сына. Никого он не убивал, всех их отравили. В 59-м году вскрыли гробницу, вся семья отравлена свинцом, и всех отравили, в том числе его самого. А Петр убил своего, да, об этом молчат. Это вот история. Петр изменил патриарха, ввел крепостное право, это только третье. Запретил, значит... И отнял у нас пять с лишним тысяч лет истории. Это само собой, это правильно, это отдельный разговор. Так я хотя бы серьезно там, вы говорите, еще один момент очень серьезный. Это, значит, запретил царским отпрыскам, будущим царям, жениться на русских девках. На наших лучших в мире, молодых, этих, красавиц, умниц, стружениц и так далее. Откуда эти недоносные, эти самые, всякие, генцольдерши приезжали, корявые, праведные? Своих не было, понимаете? Своих не было. Как вот сейчас на Украине, да? Своих не было. Они приезжали, ничтожные, ничто посреди них, где они меняли имя, фамилию, отчество, вероисповедание. То есть, по сути, там оставались, понимаете? Дело не в национальности, там были прекрасные цари, славяне, мы же с немцами, как троюродные братья, в принципе, палатские славяне, понимаете? Но там был действительно Николай I держал страну, прекрасно, 31 год. Прекрасно, понимаете? Теперь был Александр III, который экономически рванул, понимаете? Не важно, кто он там национальности, мужик, который работал на Россию. Еще там два-три. Остальные это все-таки эксплуататоры со своим кагалом приезжали. Мезья, маркезья, тут же им там наделы, проделы и до сих пор все перед Западом, понимаете? Броскорячку ставим. Александр I приехал, значит, сидел в Питере всю войну с Реполеоном. До 2008 года писал, дорогой мой брат Наполеон и так далее, и так далее. Потом пошел Наполеон, ну вся Европа, его допустили до Москвы. Бродяно было. Потом можно было стоять и долбить, так сказать. Они просто там ничего не надвезли, как в стратегии говорят. Они бы просто в лес зайти не могут, там партизаны дров не могут набрать. Жрать нечего, ограбили по дороге все. И все, и холода наступили, и жрать нечего. Через неделю, значит, в рейки приползали, через три дня. Вот и все. Нет, их пустили в Москву, хотя большинство областей там проголосовало против. И все, они так ездят, отожрались, спокойно разграбили все и пошли. Понимаете? И потом, значит, там 200 водзов, как пишут историки, с добром самым, переплавленные, вон и там 5-10, вот такая история. И 10 тысяч солдат этих, значит, по 10 килограмм добра неслили. Они, правда, 90% разбежались и в России остались. 200 тысяч, из них 150 разбежались по России. Там они остались, прижились и стали русскими, французами, замечательно работали. Да, да, да. Все равно с дикимом. Ну вот и все равно, да. А потом, значит, очень интересный момент об истории. Смотрите-ка. Вот, значит, этот негодяй, бандит всемирный. У нас там Наполеон, Наполеон, где-то его личные вещи, понимаете. А потом, во вторую очередь, вещи кого-то сейчас в музее покажут. Так вот просто пример истории. Значит, и нас с вами, дедов-прадедов, 200 лет историю учат. Нам говорят, вы знаете, сейчас заканчиваю, вы знаете, это самое, вот Наполеон-то шел, значит, его там потолкали, еще один на Березине, но, значит, богатство, которое награбило 200 вазов, то есть, не удалось переправить через Березину, и где-то, значит, он это делал, или закопал, скорее всего, утопил, потому что копать это время, и можно было бы найти. Скорее всего, куда утопил, или нашли когда-то, только молчат. Но дело не в этом. Дело в том, что нам говорят, сокровища Наполеона еще не найдены. Вы вдумайтесь, какого нахрен Наполеона, это наши с вами сокровища? Я не прав? Ну, в учебниках, везде, по телевидению, все говорят, сокровища Наполеона, никак не... И вот на этом уровне броня воспитывают уже сотни лет. Вот если спровоцировать, так сказать, вот это, почему историю боятся, почему ее переделают, почему, не знаю, историю Ломоносова, Татищева. Ломонос начал писать, его убрали раньше времени, как ты, что историк, он начал писать, у него еще источники были. Почитайте Егора Классена, очень интересный историк. Это история славян, называется так, по-моему, так, история славян до Рождества Христова. И там, почему его не любите, потому что он, у нас эту историю перемололи, особенно в 17 веках, и уничтожали просто и так далее. А там Классена опирается на фактический материал, который сохранился исторически в Персии, в нынешнем Иране, там в Скандинавии, Норвежии, Свяне, там осталось все. И он ссылается на них. Не то, что мы о себе можем чего угодно писать, а то, что они о нас пишут. Англия пишет. Самый сильный флот в мире, это наш. Больше нашего только русский. Это англичане пишут, не мы говорим. А у нас, говорит, Петр Первый корабль, стрельцы при Петре Первом. Да при Грозном кто воевал? Пастухи, что ли? То есть стрельцы были крепкости, а Мамай был. А Олег пошел на Византию, нагнул Византию, крупнейшую, мощнейшую цивилизацию. Какой-то там несет, о котором они не знают хоть никто. Пришел, разбил хоза, пришел туда, в Византию. И что такое прибил щит на вратах Царьграда? Это я сказал, вы платите дань, вы нам подчиняетесь, мы вас охраняем. Мы, какая-то маленькая там непонятная что-то такое, полускифия, полу, я не знаю, чего-то. И вдруг мы, Великую Византию, берем под свое крыло, и они соглашаются платить дань. Вот такой щит прибить на вратах Царьграда. Так он туда шел-то, не на велосипеде ехал, не пешком вокруг моря. У него стругов было, несколько сот стругов, а это корабли река-моря. До стругов шел, представляете? И на каждом струге это, это, это самое, дружина, а дружина 40-50 человек. Представляете, 200 или там 40, сколько там, огромный цифр называется. То есть построили, это был флот. 1906 год. Не 1900, а 1906 год. Он пошел, пришел и взял все. Представляете, это многотысячный, сколько, 1015 морской десант. И когда морская пехота, это почетный морской пехотинец, говорят, мы 300 лет отмечаем. Ребята, вы не ты, не 300 лет, а больше 1100 лет должны отмечать. Морской пехотинец, они по-другому называются. Я не прав, что ли, да? Я прав, прав. Это на самом деле, вот что такое история. Это поразительное незнание, нежелание. Ну, все делается, чтобы не узнать. Короче говоря, опять я договорюсь, вопрос, давай. А то сейчас меня выгонят. Михалыч, не вопрос, просьба. Расскажите что-нибудь, ваши стихи, последние, актуальные. Последние еще не написал, я жив. Ну и все. У меня уже времени нет. И пожалуйста, хотя бы не в варенье, хотя бы одно, хотя бы несколько. Нет, я, сейчас я, что-то надо вспомнить это. Это, а, нет, 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 подождите. Я сейчас попробую какое-нибудь стихотворение вспомнить. Могу уже видеть, потому что когда будет концерт, это 20-30 часов, готов, а сейчас я не готов. Ну, попробуй, если я живусь, ну, искать это дольше, очки там и так далее. Попробуй, если я живусь, нет. Да. Нет, 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 нет. Это не моя книга. Вы с автором. А, с автором. В моем акценте. А, нет, 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 там стихотворение. Сейчас. Давайте я сейчас... Сейчас я... Сейчас. Не требуется. Старое вспомнение, 70-е годы. Война. Нет, это только внешняя покоя тишина. На деле ад кромешный. Война, война, война. Война за дня творения. С начала всех начал. До слез, до дурения. Прознот до кирпича. Покой нам только снится. Век бешеный такой. Повсюду бит в сорницах. Какой уж там покой. Война в большом и малом. На суше, на воде. Давно уже забрала, затраяны везде. Воюет плуг и пашня. Плотина и река. День завтрашний с вчерашним. Воюет все река. Воюет с темной ночью восторженный рассвет. И ветер скалы точит в течение тысяч лет. Решает спор всегдашний. Вода в борьбе с огнем. И в страшной рукопашной сошлись добро со злом. С решетками природа воюет день и ночь. А человек с природой. Кому из них помочь? Ракеты с притяжением воюют в небесах. Со скоростью, с движением воюют тормоза. Прогресс всю жизнь с рутиной покончить норовит. А ревность метит в спину доверчивой любви. Реальность против догмы. А против правды ложь. Попробуй только трогни. Костей не соберешь. Взаимным наступлении распущенности честь. Законы преступления. Прощение и месть. В мечтах о вечном царстве. Вгоняя разум в дрожь. И позлости коварства на совесть. Точет нож. И зависть держит душу в удушливой узде. Людскую дружбу ружит. В борьбу зовет людей. Герои воюют с трусом. Богатый с бедняком. А умный, как ни грустно, веками с дураком. Самих себя с рождения сомнениями долбят. С собой ведем сражения. Сражения за себя. Сражаются идеи. Полят уже в упор. Заносят прохиндеи. Над истинный топор. На всей планетной шире. Воюет свет и тьма. И даже в микромире. Сражение кудерьма. В решении всех вопросов. В борьбе зовет труба. Не зря издрек философ. Что наша жизнь борьба. И в этой круговертии. Уж миллионы лет. Воюет жизнь со смертью. Страшнее битвы нет. Нет. Это только внешний. Покой и тишина. На деле откровешной. Война. 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 Это старое стихотворение. Но еще одно не очень старое. Это где-то конец 80-х годов. Это стихотворение забавно. Чем? Оно значит. Перестойка. Там разгул демократии. Начинался. И там значит. Это был такой еженедельник. Собеседник. Помните? Собеседник. Вот. И там со мной было. Я редко даю интервью. Но там такие люди серьезные были. Я дал интервью на целый разворот. На две страницы. И они еще напечатали по белому. По черному белым шрифтам. Наоборот. И значит. Шкандал был очень забавный. 89-й по-моему год. Где-то к этому привык. Меня в 67-м году выгнали. Слава тебе Господь, ся сына. Я ушел в литературу, в кино. И не подчинялся начальству. И я самый старый рыночник в искусстве. Заметьте. В 67-го года я не получал зарплаты ни разу гарантированные. Вот сколько заработал, кто получил. Потому что я в рынке всю жизнь. И когда говорят, Михаил, вы повод, бац, как вы, битнес, спорт. Я говорю, да. Как в фильме «Жиг президент» бегаю на длинной дистанции за куском хлеба. Все же не работаю до сих пор. Весь мой битнес. Ну вот, и, значит, этот журнал вышел. Интервью здоровое со мной. Значит, я тогда предложил, значит, страна должна знать своим героев. Но антигероев тоже должны знать. Какой памятник, музей памятника чугунные, значит, скульпуры вверх ногами. Всем предательным народом. Написано. Корбачев там сделал то-то, то, Дейтсона. Какой-то там, значит, еще давний, значит, тротки. Вот это все, что он сделал. В общем, это ладно. Главное, что потом мне говорят, Михаил, что какое-то стихотворение новое. Тогда было новое стихотворение. И в конце заканчивалось новое стихотворение. А фотография была, у меня номер этого журнала есть. Значит, они сделали такой же недель, большая такая форма газетная. И там во всю обложку, на обложке, был, значит, человек со спины. Так, вернее, не спины, а в полку. Держит в руках кресло. Ну, подразумевается, руководящие кресла. Держит. Сцепился в кресло. Вот тогда это было, да? Сцепился в кресло. И там, значит, видна только, значит, такой сытенький мужичонка. Сватил кресло. И из-за спины, если не видно, точит только голова. И там вот такое пятно темное. А это цветная фотография.